Всем привет! Сегодня мы будем делать небольшой букетик из лилии. И именно из лилии, потому что она у нас сегодня будет выступать основным цветком, а два других вида цветов у нас будут выступать дополнениями. И этим видео мы хотим начать небольшой курс, который будет состоять из трех роликов по поводу букета с использованием этого цветка, потому что лилия есть в каждом салоне, и вы всегда нам задаете вопросы, как мы работаем с этим цветком. Лично мы лилию приобретаем крайне редко, но тем не менее и она, конечно же, периодически появляется в нашем салоне. И если говорить о лилии, то хочется сказать о том, что это очень сложный цветок. На мой взгляд, это не букетный цветок, потому что, во-первых, это многоярусный цветочек, да, он распускается несколькими ярусами. Во-вторых, это крупный цветок, поэтому работать с ним не так просто. И если вы хотите создать букет из лилии, то мы, как правило, подбираем к лилии очень мелкие цветочки. И что касается лилии, для меня это сложный, не букетный цветок, потому что она очень самодостаточна, у нее очень крупный колокольчик, который подчас затмевает все другие цветы. Поэтому, если вы хотите создать букет из лилии, то мы, как правило, подбираем мелкие цветочки, которые будут просто эту лилию сопровождать. И начинаем мы, как всегда, с зелени, но у нас это эвкалипты. Обязательно вы должны создать внутреннюю распорку для того, чтобы дать потом возможность распуститься каждому колокольчику и не зажимать их. Зелень у нас тоже будет выступать в качестве наполнения, в качестве сопровождения, поэтому сначала мы разрезали наши эвкалипты, для того, чтобы не удорожать букет. Мы создаем такую небольшую распорочку. Сразу вы можете ее закрепить. Вы, если не используете салоний эвкалипты в качестве сопровождения в данной ситуации, я бы вам посоветовала использовать русскус. Потому что, во-первых, он по форме листочки лилии похожи и по зелени. Он на высоту тоже идет. Да, он идет на высоту, причем можно использовать и русскус, и сочинский, и израильский. То есть их листочки не противоречат листьям лилии. Ну, а потом, как всегда, для того, чтобы у нас всего-навсего три лилии мы взяли. Да, мы такой недорогой букет сначала вам хотим показать, а потом уже соберем по нарастающей. Мы до этого уже снимали букет с лилией, но с другим сортом. Вот сегодня мы взяли ориентальную лилию. Она вообще в каждом салоне есть, но, как правило, ее просто складывают в прозрачную упаковку по 3-5 вето. То есть мало кто делает с ней букеты, либо, как правило, делают такие односторонние букеты, где лилия пикой выступает. Да, лилия больше для меня интерьерный цветок, потому что он крупный, он на высокой ноге, его можно ставить в напольные вазы. Поэтому, конечно, букеты с лилиями это очень сложный букет. Иногда, конечно, можно пожертвовать вот этими двумя верхними колокольчиками, отрезать их и поставить, да, помнишь, в букет, чтобы он был более круглый и без выпирающих элементов. Ну вот, как всегда, посмотрите, да, мы сделали распорочку, и если у вас будут распускаться внутренние колокольчики, да, обратите внимание, они не будут мешать друг другу благодаря вот этой распорке. Снова закрепите, для того, чтобы ваш букет не ходил ходуном, закрепляете именно в точке спирали. Ну, а теперь можете добавить те цветочки, которые у вас остались или будут выступать в качестве наполнения. У нас вот такая матрикария, байя, она бывает желтоватая, но у нас у него такая более белая. Ну, начнем мы с вами вот с этого цветочка, посмотрите, мы не случайно его подобрали. Видите, он как бы не противоречит, да, по своей структуре лилии будет, как бы, даже его немножечко наполнять, этот букет. Букет у нас будет такой нежный, такой букет можно даже на свадьбу подарить, на выписку. На выписку, то, что запах, да, это... А вот на свадьбу, в принципе, часто букеты с лилиями, мне кажется, дарят. Ну, и потом лилия многим покупателям нравится за счет того, что это большой, объемный цветок в сравнительно недорогой цене за его объем и размер. И, конечно же, всем кажется, что букет с лилией будет выглядеть максимально объемно, но стоить меньше. Максимально объемно, максимально презентабельно, вот посмотрите, какой большой букет. Многие же даже покупают часто по одной лилии, считаю, что да, это вот... Оформленная просто. Да. А как можно одну лилию оформить? Можно зеленью разной оформить, да. Но именно прикольно, чтобы зелень была как раз-таки воздушная, да, под тот же... Воздушная, да. Чтобы не было такого ощущения, что она скомкалась у вас внутри букета и между этими лилиями, потому что само расположение бутонов на ветке, оно же тоже предполагает некую воздушность и пространство между цветками. Поэтому и зелень у вас по структуре должна быть неплотная. А фисташка подойдет в качестве распорки? Подойдет, но только в качестве распорки. То есть вы, пожалуйста, не ставьте фисташку высоко. А вот листья дуба подойдут? Листья дуба тоже подойдут, но только в том случае, если это будут миленькие такие листочки. А еще лучше есть такие крашеные листья, вот такие нежные тоже эвкалипты. Они будут вот просто дышать в вашем букете. Ну, кстати, уже очень даже объемно получилось. Вот, пожалуйста, да, даже вот есть. Физак уже можно, в принципе, упаковать даже в прозрачную пленку, и это выглядит достойно. Достойно, да, но мы все-таки добавим. Ну и по цене, опять же, всего лишь тут три лилии, опять у нас люпинов, то есть до полутора тысяч вот такой большой букет. В сравнении с тем, что мы вам до этого с гиацинтом показывали, да, конечно же, он выглядит более массивно и презентабельно. Вы можете добавить три люпина, да, и точно так же расставить их по треуголке, можно расставить, да. Ну, опять же, зелень влияет на цену букета. Да. А почему мы сейчас маленькую хризантемку будем добавлять, а не обычную хустовую? Потому что обычная хустовая хризантема, это точно так же выглядит, как полноценный цветок. Особенно, если она очень сильно у вас лохматится. Поэтому, как только вы ставите к ней хризантему, все, у вас уже не букет из лилии. Мы сейчас пять матрикарий добавим. Да, мы добавим пять матрикарий. То есть смысл, который мы хотим до вас донести, чтобы вы понимали, это же не аксиома, да. Это вот наши наработки, исходя уже из многолетнего опыта. Что если вы хотите составить букет именно из лилии, пожалуйста, добавьте меленькие-меленькие цветочки. И еще я хочу подчеркнуть, что именно вот эти меленькие цветочки, они должны быть долгоиграющими. Потому что, как мы уже сказали, лилия, в принципе, достаточно стойкий и живучий цветок. Да, постепенно у него все вот эти колокольчики распускаются, они сразу же. Поэтому будет очень обидно, если у вас лилия еще будет в вазе стоять у клиента, да, а все другие цветы уже погибнут. А хризантема, ну она долгий цветок, матрикария очень хорошо стоит. Да, матрикария тоже хорошо стоит. И, в принципе, вот по высоте тоже, да, вот у люпина тоже, у него нижние цветочки отцветают, а верхние еще будут распускаться. То есть, в этом плане тоже старайтесь подгадывать сочетание цветов в букете, тем более в таком букете, где цветов не очень много по видам. А эвкалипты у нас лично многие клиенты еще и засушивают, и потом они у них стоят как по цвету тоже достаточно долго в вазе. Получился такой воздушный, очень легкий букет из лилии, именно из лилии, потому что все остальные цветочки являются дополнением, да, мы даже поставили нашу матрикарию чуть-чуть пониже, чтобы колокольчики были видны. Ну вот, когда он у вас распустится, абсолютно все колокольчики у лилии распустятся, он станет еще более полноценным. В холодильнике это стоит, вы понимаете, в закрытом виде, а как только это попадет в теплое помещение, то, естественно, он более пышным. Но начинайте работать, когда у вас распустился один колокольчик, потому что свойство лилии заключается в том, как только распускаются два следующие, первый уже теряет свою свежесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok